Аркадия Как видим, современная Аркадия сейчас чуть менее чем полностью заложена плиткой, стеклом и бетоном, застроена небоскребами а-ля Кадор. Он пропоет мне новую песню. Все подступы к пляжу заполонили магазины, рестораны, кафе, аттракционы, ночные клубы, большинство из которых, конечно, работают с начала мая по конец сентября в курортный сезон. Несмотря на февральский мороз, людей в Аркадии очень много. Кафешки, ресторанчики активно работают, а большинство людей просто прогуливаются по берегу и дышат морским воздухом. Пляж, как видим, совсем не пустынный, как для зимы, однако далеко не так, как летом, когда он полностью забит лежачими и стоячими телами. Первое впечатление, как по мне, то место не очень приятное для отдыха. Хотя говорят, что летом здесь чуть веселее, однако очень-очень много людей. Просто ад для социопатов. Пройдем по одному из пирсов, выходящих далеко в море. С его дальнего края, думаю, получатся самые красивые фотки. Не шукай меня. Пройдем по одному из пирсов. Пройдем по одному из пирсов. На берегу также много чайки голубей, которых охотно кормят посетители. Аркадии. А мы так прикинули, поскольку нет сильного ветра, то можно попробовать прямо здесь запустить наш квадрокоптер и поснимать Аркадию с высоты птичьего полета. Только для этого мы прогуляемся по берегу чуть дальше, до соседнего пирса. И напоследок немного красивой морской картинки. С шумом прибоя. С шумом прибыль. С шумом прибыль. Пройдем по одному из пирсов. В общем, посетить Одессу и не побывать в Аркадии немыслимо. Оставайтесь на канале, продолжение следует, а ссылка на видео Аркадия с высоты, как всегда, внизу в описании. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok